Я вам расскажу сейчас о первом чуде, которое со мной случилось давно-давно. Это было еще в том веке, даже в том тысячелетии. В общем, это было до 2000 года. Не буду уточнять, в каком именно году. У меня был такой период очень тяжелый. Так случилось, что мой компаньон решил отнять мой бизнес и, в общем-то, затравил на меня милицию. Начались рейдерские атаки. У меня в результате отняли несколько киосков, магазин. В общем, шла какая-то очень черная полоса в жизни, настолько тяжелая, что я в результате начала болеть, впала в депрессию. Было очень-очень плохо. И я почувствовала вдруг, что мне захотелось поехать в Киево-Печерскую лавру. Просто меня потянуло. Я почувствовала глубиной своей души, что мне очень хочется в Киево-Печерскую лавру. Я собралась и поехала. И когда я приехала в Киево-Печерскую лавру, я там была буквально дня два. Гуляла, наслаждалась, посещала все храмы. Но я не чувствовала особого облегчения. А там рядом с Киево-Печерской лаврой был, как это ни парадоксально, магазин эзотерической литературы. И я уже перед самым отъездом зашла в этот магазин эзотерической литературы. Ну и я изучала, что там лежат какие книги. Как-то так вот скользила взглядом. И тут мой взгляд упал на книгу, которая называлась Рейки. Я не знала, что такое Рейки. Вообще впервые видела такое слово. Я открыла книгу, пролистала ее. И вот у меня как что-то внутри отозвалось. И я решила купить эту книгу. Она такая была, небольшая книжечка. И мне в этот день уже вечером нужно было уезжать. Я в поезде начала читать эту книгу. И буквально за 3-4 часа я ее почти полностью прочитала. Мне очень понравилось. Меня настолько это взволновало, эта традиция Рейки, о которой я узнала. Все то, что там рассказывалось, как люди с помощью рук исцеляют друг друга. Насколько они начинают чувствовать себя более здоровыми. Какие у них изменения в жизни происходят. Ну и сами эти люди. Вот такие духовные, особенные, интересные. Настолько меня впечатлила эта книга. Я легла спать. И вот мне снится сон. А снится мне сон о том, что я приезжаю домой в Луганск. И начинаю разыскивать, где же у нас в городе можно найти мастера Рейки, чтобы инициироваться, получить первую ступень Рейки. Я спрашиваю у знакомых, у друзей, а вы не знаете мастера Рейки? Ну никто не знает. Мне все отвечают, нет, не знаю, нет, не знаю. И на фирме мои сотрудники тоже никто даже не слышал о Рейке. И так я в течение где-то двух недель у всех спрашиваю, спрашиваю, но никто не знает. А потом через две недели у меня что-то случается с программой компьютерной на моей фирме. И я вызываю программиста. А программист у меня на фирме обслуживал мои компьютеры мой бывший одноклассник. Я не буду сейчас его фамилию называть. И вот он приходит, работает с компьютером из программы. И я у него спрашивала, назовем его Иван. Я у него спрашиваю, Иван, а ты слышал когда-нибудь такое слово Рейки? Он мне говорит, да, конечно, слышал. Это восточная целительская традиция. Я говорю, точно. А ты, случайно, не знаешь мастера Рейки? Он мне говорит, конечно, знаю. У меня есть человек, который точно знает мастера Рейки. Если хочешь, сейчас я ему позвоню. И вот он звонит, и меня знакомят с мастером Рейки. И мы встречаемся, и там такие интересные люди. Они такие духовные, они ведут такие интересные разговоры. С ним так интересно общаться. Они столько всего знают. И мы сидим за столом, пьем чаем, торт у нас стоит на столе. И я проснулась такая воодушевленная с утра. Вот прям такой хороший сон. Почувствовала, что мне легче стало. Моя депрессия куда-то улетучилась. Думаю, вот буду теперь искать у нас в городе мастера Рейки. И дальше события развивались точно вот как было в моем сне. Я у всех спрашивала. Никто даже и слова такого не слышал. И вот можете себе представить, что действительно через две недели у меня что-то случается с программой в компьютере. Мне приходится приглашать, звонить своему однокласснику и просить его, чтобы он пришел. И вот когда он пришел, я так с юмором думаю, вот по приколу сейчас спрашиваю, откуда он может знать, программист, боже мой. Он ему надо. И говорю, Иван, а вот ты случайно не слыхал про такой Рейки? Он смотрит на меня, говорит, да, я слыхал. У меня есть знакомый, который имеет первую ступень Рейки. Я говорю, правда? И мне стало даже страшно. Думаю, ну ничего себе. Точно, как в моем сне. И он звонит сразу же этому своему знакомому. Говорит, мне сейчас вот знакомый свяжется с мастером Рейки, и она тебе позвонит. Можете себе представить, что буквально вечером мне позвонила мастер Рейки. Мы с ней скоро встретились. И все происходило именно так, как было в моем сне. Я действительно там встретила настолько интересных людей. И у нас с ними было столько замечательных событий. Мы и в лес выезжали с палатками, занимались висцеральной хиропрактикой, и Рейки, и расстановками. И у нас были чаепития с тортом. Главное, что я с этими людьми несколько лет вместе провела, в общем-то, самые свои замечательные часы. Получила первую ступень Рейки, вторую ступень Рейки. И потом я уже через несколько лет создала свой собственный центр биоэнергетики, в котором уже помогала людям. И самое удивительное, что после того, как я инициировалась Рейки, все вот мои вот эти проблемы с милицией, с тем, что в бизнесе пошел упадок, фирма была на грани банкротства, все это как-то очень быстро растворилось, и бизнес пошел с гору. И я уже буквально через полгода смогла сделать большой ремонт в своем здании, где находился мой центр биоэнергетики. Это было большое двухэтажное здание. Там площадь была 350 метров квадратных. И вот вы, если на сайте, на моем, читали рубрику «Обо мне», там вот вы можете увидеть на фотографиях наш центр, где мы проводили тренинги. И сейчас, к сожалению, это здание разбомбленное стоит. Вот такая вот интересная история. Вот это одно из тех чудес нашей реальности. Фактически мне приснился сон, и этот сон сто процентов один к одному реализовался в жизни. Так что наша реальность очень загадочна.